Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередное закрытие, которое я все-таки постараюсь поснимать, потому что у меня прям с этим явные проблемы. Я теперь начинаю вспоминать эти комментарии, где нам люди говорили, да поснимайте вы вообще все то, что вы проверяете по автомобилю, как вы передаете клиенту. Я, блин, просто не могу достать камеру, я то стесняюсь, то забываю, то еще какая-то фигня, то есть, ну, не просто мне это прям дается, реально. Поэтому Сереге огромный респект, как он это делает, как он старается все поснимать, и, конечно, это прям труд. Надо отдать должное, это прямо труд, Серега. В общем-то, у нас такой достаточно долгоиграющий заказ был, я расскажу чуть попозже про него. Сейчас наш эксперт встречает в аэропорту Пулково наших клиентов, а я еду прямиком на, как сказать, на место сделки. Все, следите. Как всегда, закрытие подбора не бывает без сюрпризов. Антон с клиентом задерживаются. Потерян багаж в аэропорту, поэтому багаж отправили в Москву. Сейчас сяду, просто ветер на улице, чтобы меня подслышно было. Поэтому небольшая накладка в аэропорту, сейчас они еще ехали, снимали деньги, поэтому задерживался. Ну, так каждый раз практически. То есть, передача автомобилей не происходит быстро. В общем, я уже на месте, жду их. Дальше все буду показывать. Поэтому, смотрите, будет интересно, надеюсь. Так, Антон с клиентами прибыл. Я сейчас пока сфоткал машину прикольную для нашей угадайки ВКонтакте. Посмотрим, ну, как справятся с этим заданием люди. Вот они. Ну, сейчас пойдем принимать машину. Итак, вот нам наконец-то выдали автомобиль. Про технические недостатки. Хотя нет, по технике на самом деле тут особо никаких нюансов нет. Так, пока закрыто, жалко. Есть нюансы по кузову. Она, кстати, вся в родной краске, но машиной придется позаниматься. Из минусов, как раз-таки, это вот эти все недостатки. Но из плюсов, это один собственник и 2014 год. Вот такие вот неприятности. Но самое ценное в этом автомобиле, это его цена. Потому что, ну, предложений в этом бюджете 2014 года нет совершенно. Сейчас нам, когда машину откроют, я еще внутри ее поснимаю, покажу. Очень интересная комплектация. Вроде бы не бедная, но при этом только с передними стеклоподъемниками. Итак, поиск автомобиля... Ой, не звонят, потом отвечу. Поиск автомобиля длился с 5 июля. Сейчас у нас 22 августа, чтобы вы понимали. Человек заказал в подбор Toyota Corolla. Бюджет на Corolla у нас составлял 420 тысяч. И за все это время было просмотрено не так много объявлений. Просто машин не было вообще. Значит, не так давно просмотрена была одна машина, которая выскочила. Но она оказалась от перекупа и с кучей нюансов. Собственно, тот автомобиль мы покупать, понятно, ну, вернее, предлагать клиенту для покупки не стали. Ну вот, я к чему это все, что... Ладно, я сейчас пока там до машины очередь дойдет. Я не знаю, будет слышно на ветру таком. В общем, долго мы искали этот автомобиль. И клиент уже в какой-то момент времени сдавшись, начал предлагать альтернативы в виде Рио. Как раз он решил, что готов сесть на Рио седан. Я вам скажу, что Рио в бюджете 420 это прямо непростая задача. То есть, вроде бы машина популярна, их много, но найти живое крайне сложно. В итоге поиск, как я уже сказал, с 5 июля до 22 августа длился и мы шли мы вот этот Рио. В принципе, с нюансами, но неплохой автомобиль. Сейчас сниму его еще внутри. А? Да, как хотите. Просто хочу ее внутри еще поснимать, показать. То есть, он даже у нас с кожаным рулем, с мультирулем. Так, Антон, почему ты сказал, что машина с подогревом руля? Антон, она реально с подогревом руля? А, точно, да. Да, интересная комплектация. Только передняя, да. При этом, да, есть подогрев. Интересно, интересно. МП-3, кожаный руль. Да, да, я смотрю, что интересная комплектация. Поэтому, друзья, все имеет свою цену. Такой автомобиль целенаправленно 14-го года за эти деньги мы не найдем точно. Поэтому тут иллюзии питать не стоит. Ты спать, пока брать не стоит. Да. Мое? Ничто я не смогу. Давай, давай. Антон забыл отдать листок итоговой диагностики по подобранному автомобилю. Это лист, в котором хранится вся информация, которую мы заявляем по автомобилю. Ну, чтобы в случае чего можно было нам предъявить. Ну, или, в принципе, разобрать какие-то спорные ситуации. Вот. Ну, собственно, подбор закрыт. Как я уже и сказал, вот такие бывают разные ситуации. Искали абсолютно другое. То есть, этот автомобиль, он даже не фигурировал в договоре. Но подбор в итоге закончился подбором Рио. Потому что Тойоту в эти деньги найти просто нереально оказалось. Да, у нас проскакивали такие варианты, но целенаправленно все-таки найти нереально. Это то же самое, если кто-то посмотрит это видео и скажет, что найдите мне Рио 2014 года, вот как у вас видео, за 420 тысяч. Я, кстати, уточню, какая цена покупки была, но не получится. Это точно не получится. Вернее, открывается, замуровали. Что, сейчас встречаемся с клиентом прямо у нашего офиса и погнали смотреть машину. Сегодня позднее закрытие будет. То есть, день начался закрытие заказа и день закончится закрытием заказа. Блин, самое главное успеть нам купить автомобиль, потому что автомобиль в салоне. И как бы надо успеть до закрытия. Вот. Каплива собрала. Меня заставляют снимать. У меня это не получается, а меня заставляют. Смотрите, на мою футболку я прямо часто подхожу под эту машину. Вообще, меня слышно интересно? Я говорю, классно, у меня футболка под цвет машины. В общем, я сейчас на закрытии заказа. Прямо под закрытие салона мы сюда приехали. И вот нашли мы вот эту зеленочку. Нашел ее наш эксперт. Скажем так, машина очень интересная по цене. Она получилась по ценнику 390... Ну, 389 тысяч рублей. При бюджете на подбор 400. То есть, мы искали автомобиль в первую очередь Suzuki SX4. Были у нас альтернативы в виде i30, если не ошибаюсь, Hyundai и Nissan Note. Но больше всего ребята хотели именно вот этот Suzuki. Поэтому его прямо попросили ждать. То есть, мы начали Suzuki, живых вариантов не было. Посмотрели альтернативный ему. Там вообще просто... Ну, по технике классный, но очень печально. Я его прям прозвал печалька. У нас в ВКонтакте видео по нему было. Да и, собственно, все. Варианты закончились после того проверенного автомобиля. В общем, ребята изъявили желание, что давайте пока не будем переходить к альтернативам. Будем ждать Suzuki. Никакие дождались. Самый главный прикол. То есть, она у нас полноприводная при цене 389 тысяч. Да, она не идеальна. По технике ее надо будет обслужить. Блин, я надеюсь, эти трамваи не будут мешать моему видео. Меня будет слышно. То есть, ее нужно будет обслужить. То есть, из того, что я помню, что тут будет. Стойки стабилизатора передние. Есть небольшой люфт по крестовине кардана. Так, магистраль тормозная тоже. Там, наверное, стоит ее уже обслужить. В коррозии уже. Пытаюсь сейчас вспомнить по максимуму. Но на самом деле там вложения будут. Мне еще не понравилось высокое сцепление на этом автомобиле. Точнее, не вне. Как Павлок, с которым я разговаривал по телефону. Уже что-то заговариваюсь на самом деле. Но прикол в том, что у автомобиля всего два собственника. При таком возрасте это автомобиль восьмого года. У второго собственника автомобиль тоже достаточно длительное время находится. Находился, точнее. И что? И весь автомобиль в родной краске. То есть, всякие недостатки есть. Я сейчас попытаюсь показать. Но состояние в целом очень крутое. То есть, реально не запискоструйные фары. Туманки вообще новые стоят. То есть, видно, что больше такая городская эксплуатация была в автомобиле. Стекла все родные. Не оригинал, только лоб. Какой-то нештатный подлокотник. Резина в очень хорошем состоянии. Но всего один комплект. Ну, то есть, вот. Я даже каких-то особых косяков не вижу. Но вот тут вот есть такие подтеки. И Паша, наш эксперт, отписал жуки на хлопушке. А, ну вот, собственно, да. Под номером они идут. Вот предыдущей рамкой, видимо, вот это все натерли. Но состояние действительно очень-очень достойное. То есть, автомобиль прямо очень даже стоит этих денег. Особенно учитывая его полнопривод и состояние кузова. Но остальное, это честно, это те нарекания, которые выявлены в этом автомобиле. Это, ну, это текучка. Это автомобиль со 163-мя тысячами пробега. Вот. Побегу, а то я отлучился от клиентов. Побегу все-таки к ним. А то им там будет некомфортно, я думаю, без меня. Все, друзья, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь и все такое. Все, пока.